Дед по отцу, Павел Иванович Задорнов, родился в Терновке, Пентинская область, работал ветеринарным врачом, арестован в Чите по обвинению в уничтожении скота, осужден на 10 лет, умер в тюрьме, реабилитирован в 1956 году. Бабушка, Вера Михайловна Задорнова Отец, Николай Павлович Задорнов, 1909-1992, советский писатель, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, 1969, лауреат Сталинской премии второй степени за роман. Амур Батюшка, 1952, дед по матери, Мельхиор Иустинович Покорно Матусевич, дворянин, закончил военное училище в Денобурге. С 1903 года был царским офицером. Три года провел в ГУЛАГе. В 1960-х стал счетоводом после курсов. Мать, Елена Мельхиоровна Задорнова, в девичестве Покорно Матусевич, 1909-2003, родилась в Майкопе, полька по национальности. Происходила и старинного шляхетского польского рода Покорно Матусевича и известного на Руси рода Ализеровских, который ведет свое начало от короля Стефана Батория. Была два раза замужем. Первый муж – министерский работник. В 1930 году родился старший единоутробный брат Михаила Задорнова, Лоулей. Мать работала корректором в Уфимской газете. На работе познакомилась со вторым мужем. Старшая сестра – Людмила Николаевна Задорнова, род, 1942, преподаватель английского языка в Балтийской международной академии. Окончил Рижскую среднюю школу номер 10. В одном из своих выступлений сказал, что впервые вышел на сцену во втором классе. Играл репку, причем, вытаскивался так элегантно, что кричали «Бис! Браво! Мол! Вытащите его еще раз!» В 1974 году окончил Московский авиационный институт. Мэй. По специальности инженер-механик. В 1974-1978 году работал в том же институте на кафедре 204. Авиационно-космическая теплотехника, инженером, затем ведущим инженером, начал публиковаться в 1974 году. В 1970-1980 годы Задорнов. Режиссер-постановщик студенческого театра «Май. Россия». С коллективом «Агиттеатр» объехал многие уголки СССР. Награжден премией Ленинского комсомола. В 1984-1985 году. Заведующий отделом сатиры и юмора в журнале «Ауность». Дебютировал на теле-экране в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». Настоящая популярность пришла в 1984 году, когда Задорнов прочитал свой рассказ «Девятый вагон». Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты. А начиная с конца 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения. С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, таких как «Аншлаг», «Смеха панорама», «Сатирический прогноз», «Дочки матери». Михаил Задорнов знаменит тем, что 31 декабря 1991 года в 23.45 именно он, а не как обычно, глава государства или диктор, выступал с предновогодним обращением к жителям страны. К тому времени к жителям России. Поскольку СССР 26 декабря перестал существовать в своем выступлении, которое транслировалось в прямом эфире, Задорнов так увлекся, что проговорил на минуту дольше. Поэтому пришлось задержать трансляцию боя и курантов. Однако обращение Бориса Ельцина было тоже записано и даже транслировалось на телевидении. Но уже после обращения Задорнова, в 2010 году, в конце декабря, Михаил Задорнов вновь выступил с новогодним обращением. На этот раз с помощью интернета. Начиная с 1990 года, выходят книги «М.Н. Задорнова», «Конец света», «Не понимаю», «Возвращение», «Одноактная комедия», «Современные люди», «Веселая пьеса для грустного кино». Кофточка, «Четырехтомник», «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Мы все из Чичичипи», «Крохотной звезды», «Задоринки», «Снимался в кино», «Кинофильм», «Хочу вашего мужа», «1991», «Кинофильм», «Гений», «1991», «Депрессия», «1991», «В 1992 году» был в жюри высшей лиги КВН на двух четвертьфиналах. В 1998 году был членом жюри на фестивале КВН «Голосящий Кевин» 1998. В Юрмале. Михаил Задорнов, лауреат премий «Золотой теленок», «Овация». В 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале «М.У.Р.С.М.Х.А.Рига». В 1993 году Михаил Задорнов получил квартиру в номенклатурном доме для высокопоставленных чиновников по адресу Москва, Осенний Оул, 4-2, где были также квартиры «Б.Н.Ельцина», «В.С.Черномордина», «А.В.Коржакова» и другие. Александр Коржаков писал в своей книге «Борис Ельцин. От рассвета до заката». В декабре 2009 года Михаил Задорнов открыл в Риге библиотеку имени своего отца Николая Задорнова. Открытие библиотеки было приурочено к столетию со дня рождения Николая Павловича. Библиотека объявлена общедоступной и бесплатной. 27 мая 2010 года в селе Воскресенске Задорнов представил общественности памятник «Няня.С.Пушкина Арине Родионовне», выполненной скульптором Валерием Шевченко из бронзы в рост Арины Родионовны. 160 см. Михаил Николаевич выступил инициатором проекта. Монумент был установлен за счет его фонда. Открытие памятника приурочено к 25-ти областному пушкинскому празднику, посвященному 211-й годовщине со дня рождения поэта. Задорнов ведет активную деятельность в интернете. У него есть собственный блог в ЖЖ и блог на сайте газеты «Московский комсомолец». Также, летом 2010 года Михаил Задорнов зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте и загрузил на свою страницу уникальные видеозаписи концерта «Трудно жить легко», который был показан на телеканале РЕН-ТВ только в конце декабря 2010 года. К тому же, у Михаила Задорнова есть собственный канал на YouTube.com, где он также разместил эти записи. Традиционно свои выступления Задорнов проводит стоя, держа в руке бумаги с текстами своих номеров. Однако в последнее время, с 2007 года, он включает в свои программы выступления гимнастов Ирины Казаковой и Дмитрия Булкина, а также брейк-данс команды «ЮДИ», с которыми он познакомился на конкурсе талантов «Минута славы», где был в жюри, с этими молодыми людьми он садится на шпагат, делает растяжки, ходит на руках и стоит на голове, хлопая ногами. Также в концертах Задорнова с 2004 года принимает участие его друг и соавтор, писатель-сатирик из Риги Гарри Пульский, который с 2010 года ведет на концертах постоянную рубрику. Задорнов Осте, Михаил Задорнов, также автор музыкальных произведений, песня «Даду внедришь», исполнителя господин Дадуда, который исполняет якобы Михаил Горбачев, нарезанный из выступления Михаила Задорнова, в котором он голосом пародировал президента СССР. Высмеивая его неграмотность, идею написать фильетон подал Евгений Петросян. В рамках концерта «Задорный день» Михаил периодически напевает специальную музыкальную тему и даже пропевает некоторые монологи под нее. На официальном сайте сатирика выложены миксы его выступлений, сделанные Валерием Царьковым, Дж. Валер, Запад, Западня, Новый год по-русски, Гиря, Папса, вывел на большую эстраду Максима Галкина и до сих пор дружит с ним.